минуточку внимания хочу поставить бизнес нашей семьи наш бизнес это спортзал в городе арзамас находится он недалеко от банка арзамаса и недалеко от перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps 6 раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь то здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар строктя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар строк нашим спортзале отличные ринге можно драться на деньги также есть много тренажеров обязательно приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный тем привет с вами кирилл его на канале кирилл гейм и сегодня мы играем в новичку на сервис холиплей 1 сервис и скилл футбол не забывайте вводить манипреестрации и также не забывайте вводить мой промокод итак пацаны сегодня скорочью новая сервиска но я ее перезаписываю начало потому что я начну монтировать видео короче и пол видео чисто одна картинка стоит почему-то звук нормальная картинка просто стоит включая видео просто нормально все закидываю в программу для монтажа и пол картинки почему-то просто зависает я не знаю чем это связано но пол видео нормально сейчас я вот запишу начало снова а пол видео у вас будет нормально в этом серии я тестировал две машины в принципе это получается пятерка вас 2105 и вас 2112 в принципе сейчас вы посмотрите уже продолжение но я думаю суть вы в принципе поняли видео ну что ж желаю вам приятного просмотра 87 и все в принципе да она раздулась но можно во первых поставить не то во вторых можно поставить чип и это выйдет буквально ну тысяч пятьдесят максимум я думаю это выйдет поставить нейтрой чип как бы ну примерно что-то в районе этого как бы поэтому блин я думаю она будет ехать на километров 110 с ней тросиком я думаю нормально будет ехать поэтому пацаны я вам советую брать ну давайте я вам покажу подкапоточку там все дела в принципе у него все там нормально потому что я смотрел до этого не буду скрывать и мне это очень даже понравилось среди подкапоточка кайф все в принципе очень-очень детализировано просто до мелочей реально аккумулятор воздуха на все бачочки генератор и так далее блин очень классный детализирован мотор да и багажник принципе тоже хорошо прорисован давайте теперь заценим салон салон тоже классно прорисован пацаны классика просто всегда в теме я вам отвечаю реально классика всегда в теме среди просто какой салончик охуенный просто охуенный салончик кстати ведь аварийка в плохом месте неудобном месте расположена. Вот. Четырки, по-моему, вот здесь аварийка расположена. Тоже в неудобном месте. И здесь тоже аварийка. Ну, блин, салончик реально шикарный. Какой за дидиван? Блин. Я просто вспоминаю свою семерочку, пацаны, и серьезно. Я вот что-то захотел аж купить эту пятерку, но, к сожалению, у меня нет места для нее. Я бы на самом деле, блин, прикиньте, продать Майбах и просто с Майбаха во-первых, поставить номера на нее. Во-вторых, протюнить эту жигу и ездить на фулбате 3Т-3 шестерки. Так, вот, в принципе, этот аппарат подписан на ГАЗ-21 и стоит 50 тысяч. Пятерка стоит, получается, 70 тысяч, по-моему, да. 70 тысяч, либо 75, ну, что-то типа того. Не больше точно. А у нас двенашка стоит 50 тысяч. Давайте, в принципе, берем ее на тест. 2,5 тысячи у нас это выйдет и идем на улицу, протестим эту малышку. На ней, честно, я еще не ездил. На жиге я ездил, и то, в автосалон, там, салончик посмотрел и так далее. А вот на двенашке я вообще еще не ездил и не смотрел ее, поэтому сейчас будет, я думаю, интересно. Так, где эта малышка? Да, я, в принципе, вот такую желтенькую взял прям. Ах, персик! Вот, на самом деле, мне нравится, из автоваза это, получается, копейка ВАЗ-2101, потом нравится мне тройка еще нравится ВАЗ-2103, потом получается четверка, ну, четверка, такой себе, пятерка нравится, шестерка так себе, семерка нравится, потом, что еще? После семерки мне нравится двенашка, кстати, да, мне вот эта двенашка нравится. Симпатичная машина. Потом мне нравится Четырка и Приора, в принципе, вот эти все машины, которые мне нравятся из автоваза. Так, смотрим. Двенашка уже, знаете, так, побогаче уже, побогаче, уже такая, знаете, более солидная машина, можно сказать. Ну да, спереди это десятка, ну, по сути, да. Но все равно двенашка. Раньше, я помню, она еще давно была в модпаке. Ну, как давно? Где-то полгода назад, год назад. Я помню, что это она была в модпаке уже. И вот ее, в принципе, обратно, винули. Так, у нас такие колеса симпатичные. Туманочки снизу есть. Давайте, я думаю, сразу сейчас затестим максималку. Но потом уже посмотрим салончик, подкапотку и так далее. Так, начинаем, в принципе, ускоряться. И я понимаю, что, да, она медленнее, чем, получается, пятерка. Хотя, по сути, должно быть наоборот. Двенашка едет 81 километр ровно, получается. Если ее чипануть, она будет ехать где-то 90-95 километров с нитросиком. Так, у нас привод. Ну, давайте проверим. Ну, скорее всего, задний, да? Да, у нас задний привод, хотя в реальной жизни у двенашки у нас, получается, передний привод. Ну, да ладно, в принципе, ничего страшного. Так, давайте разворачиваемся, в принципе, и посмотрим уже салончик. Сзади, кстати, видите, мне фонари очень нравятся. В принципе, еще такие фонари китайские или какие-нибудь там клюшки тоже на двенашку ставятся. Тоже довольно-таки классно выглядят. Ну, реально, внешне мне двенашка очень нравится. Особенно попка у нее такая красивая, да? Вот если она открыт как в капотках, да, в багажном причине вообще. Ах, малышка, красавица просто. Так, давайте посмотрим, в принципе, что у нас тут по багажнику. Ну, две полки, я так вижу, да? Есть. Потом, что у нас тут под капотом? Ну, кстати, под капотом тоже очень прорисовано довольно-таки. Шестналь у нас стоит. Шестналь, да, вроде или нет? Или инжектор, или как он там называет? Ну, я хрен знает. Вроде бы как шестналь. Ну, хотя, может, я ошибаюсь. Салончик у него вроде бы как неплохой. Ну, да, по салону, кстати, тоже довольно-таки неплохо. Вот, что моделька пятерки очень качественная, что это очень качественное. Видите, все горит, в принципе, вот. Выключаем свет, все, не горит. Включаем, горит у нас, в принципе, свет. Приборка. Ну, бля, охуенная моделька, как по мне, мне, в принципе, нравится. То спереди, что сзади. Ну, короче, везде она идеальна. Поэтому, пацаны, кто не гонится за скоростью, кто новичок, то всем, в принципе, свет убрать. Либо, кто просто любит классику, модельки очень качественные, проработанные. Кстати, по-моему, даже пятерка, нища у него очень проработанная. Я так смотрел вроде бы как. Поэтому можете покупать ее тоже. Ну, что ж, я одобряю, в принципе, эти две машины, что и пятерку, что и эту двенашку, в принципе. Можете покупать. Пишите в комментариях, что вам больше нравится. Ну, что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok